Здравствуйте, друзья! Время от времени мы слышим от наших украинских политиков или от некоторых наших украинских граждан утверждение о том, что Россия это дружественное нам братское государство, где живет братский народ, и нам необходимо с Россией налаживать дружеские отношения и всячески сотрудничать. Так вот, специально для людей, которые так думают, я могу посоветовать только одно. Смотрите периодически российские программы на государственных телеканалах, где говорят об Украине. Просто послушайте, что там говорят о нашей стране, а уже дальше делайте свои выводы и решайте сами, как к России относиться. Вот, к примеру, я периодически смотрю вот эти российские ток-шоу, которые выходят на российских государственных, подчеркиваю это особенно, телеканалах. И могу сказать, что вот такого уровня ненависти, такого количества злобы я просто нигде больше не встречал и вряд ли вообще где-то это можно встретить. Достаточно просто посмотреть ток-шоу Скобеевой, Соловьева или Киселева, чтобы сразу же понять, что современная Россия это фашистское государство. Действительно, в прямом смысле этого слова фашистское государство, которое желает нам зла и которое желает нам физической гибели. Вот, к примеру, дальше я вам просто покажу некоторые фрагменты из свежего выпуска ток-шоу Владимира Соловьева, которое вышло 13 июня на канале Россия 1. В студии звучат призывы к терактам на территории Украины, к захвату территории Украины и к физической ликвидации неугодных России украинских политиков. Я помню, как с Украины одна очень хорошая женщина возмутилась, когда несколько лет назад я сказал, нужно действовать диверсионно-разветными группами достаточно на большой глубине на территории Украины. Эти силы должны наносить удары по местам постоянной дислокации, по железнодорожным узлам, по всем том, что снабжает вооруженные силы Украины в зоне конфликта. Пора действовать этими группами, чтобы завтра горела земля там уже на достаточной глубине. Вот, например, российский политик, бывший депутат Государственной Думы, член партии «Справедливая Россия» Семен Багдасаров. Сейчас он в основном занимается тем, что выступает экспертом на российских, подчеркиваю, это государственных телеканалах, различных ток-шоу. И вот этот Багдасаров, как вы сами слышите, открыто призывает к терактам на территории Украины. Говорит, что необходимо забрасывать на территорию Украины диверсионные группы, чтобы они взрывали железнодорожные узлы и организовывали различные диверсии. И обратите внимание, что никто даже не заикается о каком-то внутреннем конфликте в Украине, как это делают, например, наши петрушки из ОПЗЖ. Тут все звучит абсолютно прямым текстом. Надо, значит, тотальную партизанскую войну в глубине этой обороны. Хватит, значит, вот эти, знаете, мне не нравятся, дипломатические. А что скажет Байден? Да плевать, что он скажет! Постсоветское пространство – зона жизненных интересов России. Все это звучит на российском государственном телеканале, где производится, как вы понимаете, тщательный отбор гостей. Где существует, ну, какая-то государственная цензура и куда случайный человек, как мы все с вами прекрасно понимаем, попасть не может. То есть важно понимать, что российское государство совершенно сознательно и целенаправленно предоставляет трибуну на федеральных каналах вот таким персонажам. Транслирует таких персонажей на всю Россию. То есть вот это вот часть российской государственной политики. Убийство этих, значит, ополченцев – это не что иное, как убийство наших граждан. Я не удивлюсь листами с наших граждан. Это нападение на Российскую Федерацию. А вот тоже отличная логика, да? Сначала мы дадим бандитам российские паспорта, а когда их убьют, объявим это нападением на Россию. Это вся территория наша. Если мы уже на самом высоком уровне заговорили о квази-государствах, о квази-границах, пора воплощать в жизнь. Слушайте, ну не может быть Харьков… Тем более, что и Путин их назвал нацистской властью. Да, нацист. Ну не может быть Харьков украинским городом, основанным царем Алексеем Михайловичем. Ну, бред жаркнуть полный. Это вот такая у нас гражданская война. Вы не подумайте, что есть там какая-то российская агрессия. Ни в коем случае. Это братский народ. Все нормально. Должно было создано полноценное правительство Украины в изгнании. Давайте запустим механизм отторжения этой территории от территории фашистской Украины. Обратите внимание, что там в студии присутствует бывший народный депутат Украины, регионал Владимир Олейник, который в 2014 году вместе с остальной Шайкой Януковича сбежал из Украины в Россию и теперь ненавидит родину издалека. То есть вот эти все разговоры о том, как нужно там чего-то от Украины отрезать, что-то захватить, нужно там как-то покарать нашу страну, они происходят в присутствии украинского политика. И украинский политик, чтобы вы просто понимали, да, за всю программу ни разу никак против этого не возражает. То есть, конечно, он мог бы сказать, ребят, ну Харьков это Украина, да, ну к чему вы призываете? Нельзя призывать к захвату Украины, к отторжению каких-то частей Украины, но он ни разу ничего не сказал. То есть он полностью во всем соглашается с вот этими персонажами, которые постоянно призывают к насилию и кровопролитию. Это просто, друзья, вот вдумайтесь, что всего-то 8 лет назад вот такие персонажи типа этого Олейника были у нас властью. Вот люди, которые сегодня соглашаются с тем, что Украину нужно захватить, что Украина это вообще не Украина, да, вот они были у нас властью, они определяли нашу политику, и они еще называли себя там патриотами, они говорили, вот мы знаем, как управлять страной, мы такие хорошие. И сегодня вот просто на таких примерах мы видим, кем на самом деле являлись все эти люди, вот эти Олейники, Азаровые, и какие цели они на самом деле преследовали. Это я к тому, что если кто-то до сих пор не понимает, вот ради чего был Майдан, или сомневается, что Майдан был правильным шагом, вот я думаю, этот пример четко показывает на самом деле, почему Майдан был необходим и почему все было тогда не зря. Мы должны с детей вот с таких пор воспитывать, что ты гражданин будешь Великой Российской империи, а это твой враг, пока ты его не уничтожишь в Киеве, в Вашингтоне, еще где-то, он будет угрожать твоей стране. Хороший какой братский народ, да? Прям с пеленок воспитывают детишек в атмосфере дружбы и братской любви. Просто смотрю эту программу и проникаю, знаете ли, такой симпатией к России. Я лично убежден, да, что у российской страны есть все технические возможности уничтожить всю верхушку украинского государства физически. Не говоря уже о разных там пропагандистах. А этот милый человек, который так запросто говорит о том, как было бы здорово физически уничтожать неугодных России украинских политиков, это тоже российский политик, тоже высокопоставленный член партии «Справедливая Россия» эксперт Сергей Михеев. Он тоже постоянно бывает на самых разных эфирах на всех российских государственных телеканалах и даже некоторое время на одном из гостелеканалов работал ведущим. Просто-напросто уничтожить там того же Порошенко. Это вообще никакой технической проблемы не представляло. Особенно вот в самое первое, так сказать, время после всего этого Майдана и все, что там происходило. Руководство Российской Федерации этого не делало, да, абсолютно, абсолютно осознанно. Правильно или неправильно, можем это обсуждать. Но, насколько я понимаю, на Украине это не оценивают. Ах, эти проклятые украинцы! Мы могли бы уничтожить их всех, но не сделали этого. А эти негодяи не оценили нашу доброту и широту русской души. Знаете, я когда все это вижу, меня не покидает ощущение, что я смотрю экранизацию какого-то кровавого анекдота. Но нет. Это все вполне сознательно выдает в эфир российский телеканал. Государство Российской Федерации все это транслирует на всю страну. И это обстоятельство говорит нам о том, что то, что мы слышим, вся вот эта пропаганда ненависти, эти призывы к кровопролитию, к насилию, к отторжению части нашей страны, это все российская государственная политика. И важно для нас всегда это помнить и понимать. Когда я посмотрел эту программу, я подумал, что с одной стороны, конечно, хорошо, что у нас отключили российские телеканалы. А с другой стороны, может быть и надо время от времени показывать украинской аудитории вот такие вот ток-шоу Киселева, Соловьева, Скобеевой. Просто показывать нашим зрителям российские программы о нас, об украинцах и об Украине. Вот россияне часто говорят, что у нас тут в Украине какая-то антироссийская пропаганда, пропаганда русофобии. Вот уверяю вас, не нужно никакой антироссийской пропаганды. Просто нужно показывать ток-шоу Соловьева, показать украинской аудитории ток-шоу Соловьева. И уверяю вас, никакой русофоб, никакой украинский пропагандист, который там просто ненавидит Россию всеми фибрами своей души, он не изобретет настолько антироссийский продукт, который бы настолько был бы по своей сути русофобским и настолько бы представлял Россию в неприглядном свете. Вот достаточно просто показать российские программы об Украине украинцам и все, больше ничего про Россию придумывать не нужно. Отлично справятся сами же российские пропагандисты. Поэтому, друзья, предлагаю вам просто поделиться этим роликом. И вообще периодически показывать своим родственникам, друзьям, знакомым вот такие вот фрагменты российских ток-шоу об Украине. Чтобы люди просто не имели каких-то иллюзий в отношении России и осознали наконец-то, что вот это вот, это политика Кремля в отношении нас. Вот это вот и есть настоящее отношение Кремля к нам, украинцам, к украинскому народу и к Украине. Поэтому, друзья, делитесь этим видео, распространяйте эту информацию. Подписывайтесь обязательно на мой канал, потому что я здесь отслеживаю такие вещи системно. Ну а если вам нравятся мои видеоблоги и вы считаете, что моя работа полезна, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.